Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И сегодня мы с вами пройдем целых 24 часа в картонном доме. Итак, ребята, картонный дом у меня уже есть. Вот он. Та-дам! Это просто гигантская, огромнейшая коробка. Зацените, пожалуйста, ее размеры. В принципе, тут и так неплохо. Тут поместится, мне кажется, 100-500 миллионов человек. Так что, если хотите сюда ко мне в гости, то обязательно ставьте лайк. Но, ребятушки, тут все равно очень неуютно. Несмотря на то, что я принесла уже две вот такие вот шикарные подушечки, которые будут мне сегодня исполнять диван. Ну, вернее, выполнять функцию дивана. Тут нужно навести полный уют и порядок. Так что мы сейчас с вами этим и займемся. Конечно, можете заценить мои лакшери апартаменты. Ну, а сейчас давайте потихонечку разгребать здесь пространство. Будем пытаться выяснять, где что у нас будет находиться, потому что это реальный дом. Я хочу сделать прямо настоящий крутой дом. Так что погнали. Итак, первым делом мы делаем чил-зону, которая, наверное, будет здесь. Я положу сразу две подушечки, и у меня получается, типа, такой, как бы, кресло-диван. Дальше, как видите, у меня здесь есть вот такой вот лист картона, который я еще не знаю, как использовать. И, наверное, я его оставлю на полу. Типа, это такой ковер. Сначала мы немножечко облагородим место вокруг дома, потому что это тоже очень важно. Нам нужен передний двор, нам нужен задний двор. Давайте этим сейчас и займемся. Нифига у меня ковровая дорожка. В первую очередь я решила застелить самый настоящий газон. Зацените его. Очень уютно. Но уже становится лучше. У меня тут есть свой самый настоящий сад. Теперь у нас будет застеление матраса. Мне кажется, на нем будет очень классно и уютно сидеть. Так что мы его застилаем вот сюда. Такая лакшери-зона крутая. Ну что, ребята, мы немножечко облагородили территорию вокруг нашего дома. Немножечко облагородили территорию в нашем доме. Есть место, где посидеть и полежать. Есть место, где посидеть. И я теперь думаю, что мне вот это место теперь вообще не нужно, потому что здесь офигенно шикарно. Это диван-кровать в одном. Ну еще и кресло. Вообще три в одном получается кресла, диван-кровать. Потому что место просто шикарнейшее. Но в доме помимо кровати есть еще куча всякой разной техники. И обычная техника стандартного размера никак не поместится в моем замечательном картонном доме. Поэтому я купила очень много техники нужного мне размера. Так что сейчас у нас будет распаковка. Итак, у меня есть миксер. Владильная доска. Мега классный телевизор. Просто офигенная LED-панель. Ну, короче, самый крутой. 200 тысяч рублей стоит. Также у меня есть мультиварка. В ней уже как бы курица запекается. Кухонная плита. Пылесос. Игровой набор «Маленькая помощница». Ну, как вы понимаете, если я захочу что-нибудь помыть или почистить, то вот. Холодильник. Автомат с напитками. Ах, да, ребят, пока мы не начали тут все вот это вот расставлять из техники, я себе напечатала кучу крутых постеров со Сквидвардом, потому что у меня сегодня настроение Сквидвард. И я их хочу развесить по всему моему дому. Давайте этим и займемся. Это чисто я на каждой фоточке в Инстаграме. Это просто я 24 на 7. Как идеально получается. У меня есть типа 5 стен визуализированных и 5 картинок. Идеально, просто идеально. Я все занавесила постерами. Зацените, как это красиво получилось. Мне очень нравится. Тут очень уютно, очень эстетично. Этот только постер хочет немножечко улететь, но ничего страшного. Я ему не позволю. Зацените, у меня есть молоко, у меня есть ряженка, кефир и сок лимона. Тут даже сосиски с сыром. Тут даже есть помидоры. В общем, с голода не убру, что у нас в морозилке. Черт, в морозилку забыли положить похавать. Я сломала холодильник. Что за техника нынче пошла? Дальше, где холодильник, там и мультиварка, как говорится. Тут нужны батарейки. А я подготовилась. Я знала, что такое будет, поэтому я взяла целый ящик с батарейками. Так, нам нужно две батарейки. Ребята, надеюсь, вы готовы. Что еще происходит? Там какая-то карусель у курицы. Ребята, просто зацените. Что с курицей делают? Зачем ее так крутят? А если я захочу... Она не снимается? Что за жизнь, скажите мне, пожалуйста. Я не могу курицу из мультиварки достать. Поставим ее на холодильник, потому что это самая бесполезная вещь в моем доме. Окей, гайз, что делать, если вдруг мы намусорим? У меня есть пылесос с мусором. Тут тоже нужно все раскручивать. Прикольно. У нем уже есть мусор, а это как дополнительный. Прикольно. Он не тянет. Почему везде скучно обман? Почему? Так, у меня где-то должна быть хозяйственная комната, потому что пылесос в доме не хочу хранить. Хозяйственная комната у меня будет уже не в доме, а рядом с домом, поэтому пылесос у меня будет стоять вот как-то так. По-моему, супер-пупер-мяга круто. Теперь мне стало скучно, просто капец. Это бытовуха вот уже вот здесь, так что надо телевизор распаковать. Та-дам! Смотри, телевизор. Интересно, что он будет показывать. Он крутой, оцените. Такая картиночка 3D. Вау! Вот вы сейчас что видите? Грибочки. А так замок, да? Да. Круто, да? Вообще тема крутая. Что будет, когда мы вставим в него батарею? Он, наверное, засветится каким-нибудь теплым светом, и мы сможем его вот так вот подвесить. Тут нужны маленькие батарейки. Класс, мне вообще нравится тема, очень прикольная, и телевизор меня радует пока что больше всего. Я его сейчас хочу попробовать приклеить на двухсторонний скотч вот сюда, чтобы это прям был действительно телевизор, а не просто какая-то штучка прямоугольная. Момент Х. Надеюсь, не отвалится, а то если такая пушка отвалится, мы очень много денег потеряем. Работает! Какой-то повтор по телеку, ну нафиг его вырублю лучше. Я, как самая настоящая хозяйка, наконец-таки перешла к распаковке плиты, потому что это незаменимая вещь в доме. Тут почему-то везде нужны батарейки и плита не исключение, поэтому мы ее сейчас подключаем к электросети, закрываем, и я хочу наконец-таки что-то приготовить. Вот, эта мощность побольше пошла. Тут максимально стоит, выключаем. Я не понимаю, как ее выключить. Ребята, что-то идет не так, у нас на плите что-то варится, но я это не вижу. Это какая-то невидимая кастрюля с супом. Что, я ее не вижу, я ее не чувствую. Алло, алло, вам меня слышно? Помехи жесткие вообще, ничего не слышно. В общем, плита у меня будет стоять вот тут, прямо рядом с холодильником. Ну, все как надо, все как полагается. Миксер. У меня есть миксер, но еды у меня в нем нет, а ее и не будет, потому что сейчас мы будем с его помощью делать слайм. Знаете, чего мне реально не хватает? Мне не хватает какого-то стола, но у меня есть холодильная доска. Продукт А, это клей. Мы его открываем и вот чуть-чуть вот как-то вот наливаем. О-о-о, ля-ля. Ой, по-другому, видимо, никак. И еще есть вот такой активатор. Тоже вот чуть-чуть наливаем. Запускаем. Он работает просто без моего ведома, представляете? Он крутит, он останавливается? Давай крути. Мне нужен крутой слайм. Еще чуть-чуть подольем активатора. Ого, он сам разгоняется, как это работает. Мне кажется, как завтра что-нибудь идет, делает. Ничего, будем ждать, ребята. Это очень круто. Я всегда хотела сделать слайм с помощью миксера. Наконец-таки моя мечта сбудется, я надеюсь. Слайм еще не готов. Итого, два часа времени потрачено в пустую. Хочу слайм. У нас получился слайм. Он получился очень странный и засрал весь мой дом. Ну что, ребята, это, конечно, все супер-классно, супер-весело, но нам нужен какой-то движ, поэтому я притащила еще с собой и боулинг, в который мы сейчас будем играть. Кстати говоря, я никогда не играла в боулинг дома. А вы? Напишите в комментариях. Так, сначала это все надо как-то расставить. Оно не стоит. Оно не стоит. Водички, мол, что она лить надо? Да, конечно. Ты чего, нет. Сегодня какой-то вообще не мой день. Полный симпл-димпл. Зато красиво. Лейте. В общем, смотрите, я себе сделала вот такое вот средство защиты. Это очень крутая бита, которая спасет меня, если на меня нападут какие-нибудь вооруженные бандиты. Но она, к сожалению, не защитит меня от всяких там разных шмелей, которые тут только что были. И это было страшно. По-моему, крутая штука. Можно ей обороняться. Офига себе, так громко. Ооо, реально больно. Вот эти вот маленькие колючки, которые, я думала, не колючки, реально оказались колючками. Короче, если что, я защищена. Я ее поставлю, нет, положу, наверное, где-то вот здесь. Ребята, я решила заточить свою фрутоняньку и вспомнила про то, что у меня есть супер-крутой автомат. Сейчас покажу. Есть такие специальные монетки. И тут напитки. Мы типа вставляем сюда монетку. Нажимаем. И мне выпадает напиток. Офигеть, что мне выпало? О, mango juice. Обожала mango juice. Теперь хочу следующий напиток. Вставляем. Давайте на эту кнопочку. Что-то выпало. Офигеть. Это fresh mix с лубничками, с ежевичками. Обалдеть. Ну да, здесь. Fresh lemon. Прикольная штука. А если нажать без монет? Ребята, не срабатывает. Офигеть. А еще будет? Еще будет. Это ж сколько тут напитков. Капец вообще какой-то. Они нескончаемые. У меня есть два mango juice. Один отдам оператору, потому что он его очень любит. А второй мне. Фу, какой-то невкусный пластиковый mango juice. Кстати, ребята, я вам совсем забыла показать свою суперкрутую корзинку, в которую я взяла все самое необходимое на мой сегодняшний день. Кстати говоря, каким-то образом обошлась бензиньо больше половины дня. Не было нормально. Но, тем не менее, здесь очень много всего полезного. А еще смотрите, какое красивое небо. Просто вау. Такие тучки объемненькие. А это штатив. Ну так вот, переходим к обзору моей суперкрутой корзинки. Итак, у меня тут есть телефон, который весь грязный. Он в мороженке. Бананчики, которые почернели от жары. Фрутоняньку, которую я бы сейчас с удовольствием съела. Поп-ит банан. Короче, класс. Конечно же, еще один поп-ит. На этот раз у меня клубничка. Тут у меня фломастеры. Прямо вот столько. Хотите прикол? Я хотела взять раскраску и забыла ее. Поэтому фломастеры у меня тут только для моих стенок сойдут. Масочка. Причем необычная. Она вот с такой вот вставкой. Ну, это на вечер как бы. Подставка для телефона. Салфетки, чтобы убирать жирный блеск с лица. Наушники. Такой вот бантик. Тут у меня немножечко как бы гирлянд на вечер. Жвачка в тюбике. Почему бы и нет? Это специальный спрей, чтобы заснуть. Deep Sleep Pillow Spray. Если мне будет страшно вечером, мы побрызгаем этот спрей вот так на подушку. И от него сразу хочется спать. Говорю, я это зря сделала. Главное мне сейчас не уснуть. Тут у меня есть супер крутой, просто офигенный селфи-ламп. Короче, кольцевая лампа. Смотрите, какая крутая. А что с ней стало? Кто мне сломал? Ребята, она светилась разными цветами. Как-то сломал. Почему? Дальше у меня тут есть вот такая красивая гирлянда. Еще одна. Влажные салфетки. Еще зубная. Да, зубная же жвачка, да. Короче, вот такой вот бальзам для губ. Еще влажные салфетки. Тут у меня антисептик вот такой вот. Вот такая вот жучки. И игра кто я. Вроде бы все вам показала. А, есть еще вот такие конфетки. Джелли Беллики с лючей. Я их никогда не пробовала. Хочу попробовать. Всякие масочки, умывалки на вечер. Просто капец какой-то. Всем привет, всем привет. А у нас дождь. Что, сидишь там, кстати? Сижу. Дождь вот такая, где-то, вы заливает? Нормально. Ему, крышу сделать? Чуть-чуть капает. Ого, прикольно. Только думаю, уже не надо. Там вода. Когда дождь идет, вот так надо делать. Я в домике. Ребята, это просто трындец. Тут такой ливень. Он просто стеной. Собакам страшно, видимо. Баль, что происходит? Скажи, пожалуйста. У меня, кстати говоря, всю дорожку сейчас удуло. Я не успела это снять. Она была вот здесь, но теперь она там. У меня тут вечеринка называется «Зеленые чипсы». Вошли в чат. Мне Денис подогнал две пачки. Очень вкусные чипсы. Смотрите, какие есть классные сырные чипсы. Очень вкусные. Слушайте, хруст. Ну, а сейчас у нас уже потемнело. У нас на кухне горит свет. Потому что там Денис по-любому что-то окушает без меня. А я сижу и любуюсь этим шикарным небом. Просто посмотрите на него. Такие тучи сегодня весь день красивые. Вернее, облака. И тучи, и облака. Все супер красиво. А в этой стороне все некрасиво. Я не понимаю, почему вот здесь некрасиво, а здесь красиво. Но самые внимательные, наверное, заметили то, что у меня появился свет в доме. В общем, я настроила вот эту шикарную гирлянду. Она длинная, очень удобная. И теперь это моя самая любимая гирлянда, которую я буду брать с собой, наверное, на все челленджи. Она у меня находится внутри моего домика. А вот эта гирлянда у меня еще не знаете новогоднее настроение. Ей я решила украсить этот замечательный куст Барбариса. И теперь у меня такая летняя елочка. В общем-то, я сейчас позвала Дениса, написала ему эсэмэску о том, чтобы он ко мне приходил в гости. Потому что мне сейчас очень скучно, он скоро пойдет спать. Кстати, вот он идет. И мы с ним будем играть. Он, правда, еще об этом не знает. Он думает, что я его позвала поесть чипсы. Но нет. Че делаешь? Я рассказываю о том, что мы сейчас с тобой будем играть. Давай, че играем? Кто я? Кто ты? Кто я? Я тусила, сидела в телефоне, ела чипсы, которые ты мне принес. В боулинг пыталась поиграть. Даритесь, да? Угу. Присаживайтесь. Камеру убираем. Это чипсы мои? Да, все твои. Аккуратно. Ты можешь достать себе подушку и сесть на нее. Вот так. Вау. Вау. Шико-брезко. В общем, игра называется «Кто я?». Правила очень простые. У нас есть такие ленточки и такие карточки. Целый блок. Угу. Завязываешь ее. И чтобы сверху можно было вставлять карточку. И спрашиваешь там, я живой, не живой. Вообще моя любимая игра. Типа вот так, да? Да. Я начинаю. Я живая? Да. Я животное? Нет. Я растение? Нет. Человек? Да. Я взрослая? Да. Ладно, давай твой вопрос. Я живой? Нет. Я в доме? Да. Его используют в быту? Ну, по сути, да. Каждый день пользуешься. Практически. Туалет, что ли? Нет. Ванна? Нет. Душ? Нет. А где находится в зале? Нет. В спальне? Да. У тебя просто все вокруг одного вертится? Кровать, стол, стол. Ну, это вот все одно, это не то. Стол. Ну, то есть ты крутишь вокруг. А, это, наверное, телевизор? Близко, но нет. Рядом с телевизором? Да. Причем телевизор стоит, тумбочка? Нет. Это вот телевизор было близко. Я являюсь этим человеком? Нет. Это профессия. Ну, он такой разносторонний, знаешь. Человек просто. Ну, просто человек. Ну, это человек написано, да? Тут человек написано. Нет. Там вообще написано одно. Ага. А нарисовано другое. Я персонаж? Да. У меня есть суперсила? Да. Я супермен? Нет. Человек-паук? Нет. Я Марвел? Нет, все. DC? Теперь я. Я DC? Нет. Я не к ним не отношусь. Так, мы остановились на том, что я нахожусь в спальне небольшого размера. Это ни подушка, ни одеяло, ни стул, ни табуретка. И нет телевизор. На нем стою? Нет. Сижу? Нет. На нем нет. Ты в нем сидишь. В туалете что ли? В нем? В кресле что ли? Да, нет. В компьютере? Да. Я женского? Мушка. Кощей? Ну, намерсон, вот, типа, вот персонаж и вот это слово. Я сдаюсь. Волшебник. Блин, ну что такое вообще? Это сложно. Это уровень бог называется. Ну что, ребятки, Денис уже ушел домой, потому что он захотел спать. И, собственно говоря, я тоже тут себе все настроила для сна. Я включила себе какие-то новые части Элиты, там, какие-то короткие метражки, что ли, или короткие истории. И буду сейчас смотреть. Смотрите, у меня тут уже полетик, все дела. Я, наконец-то, разумлюсь. Потому что я весь день была в кедах. Потому что мне так удобнее было. Меня хотя бы в пятки не кусали комары. И я очень, честно говоря, хочу спать. Так что я сейчас буду спать рядом с макиваркой, холодильником, плитой и всеми вот этими приколюшками. Но самый прикол в том, что у нас у соседей, которые рядышком, какая-то движуха там, может быть, ДР-шка или еще что-то. И вот мне сегодня будет весело, потому что они там прям люто веселятся. Мне кажется, их даже было слышно до этого на видео. Но вроде бы сейчас стало чуть потише. Так что, да, ребята, всем спокойной ночи. Я сейчас соберу свой ночной бычок. Хотела такое носить. И буду ложиться спать. Всех вас люблю. И пока.